МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я это делаю. У меня получается вкусная еда. Ну, к примеру, чизкейк, допустим. Я забыла про порции, сколько нужно складывать туда печенья и сколько сыра. Я позвонила маме, она мне продиктовала про порции. У меня получился превосходный торт. Ну, если рабочие какие-то проблемы, то, конечно, коллега. Ну, например, организационные вопросы, да, какие-то. То есть там, как оформить отпуск, ты идешь там к HR, например, твоей компании. Вот. Они тебе как-то помогают. Вот у меня трудная ситуация, я не знаю, куда поступать, потому что это очень важный жизненный выбор. В политехе, допустим, у нас есть знакомая семьи, вот она там декан. И вот я у нее спрашивал, куда лучше поступить с моими баллами, как потом работу найти, какая зарплата и т.д. Что она подсказывает? Подсказывает идти на ГНГ, геологию нефти и газа, потому что это наиболее перспективная профессия дальше будет. В сложной жизненной ситуации я всегда обращаюсь к маме, потому что я уверена, что моими проблемами она ни с кем делиться не будет, что я ей расскажу и за рамки нашей семьи, ну, это никуда не выйдет. Ну, обычно я обращаюсь к своим друзьям за помощью, потому что с ними больше всего все равно времени проводишь всегда, и они очень хорошо тебя знают, да, могут какой-то мне вариант подкинуть, какую-то хорошую, интересную идею, как я могу решить какой-то вопрос. Ну, есть близкие друзья, подруги, как бы, вот, и которые тоже, ну, можно сказать, все тебя уже знают, как бы, годами, если вы там общаетесь, то, конечно, они тоже, я думаю, совет дельный могут дать. Я, конечно, стараюсь доверять людям, но на все 100% как бы, конечно, нет. Вот. У меня подругу вела парня, то есть сразу двух человек. Ну, это было уже давно, но я девочкам больше так не доверяю. Бабушке? Она как-то подсказала, как отправлять фотографии в Вайбере. Я это не сразу понял, а она уже разобралась и все подсказала. Бабушка? Да. Она у меня вообще модный юзер. Обращаемся чаще всего знакомым, потому что множество людей, которые работают в совершенно разных сферах. Допустим, подруга, которая работает в прокуратуре. Ситуация была, там, не выплата заработной платы. Мы подали в суд, но не я один это сделал. Но я обратился вот к своей знакомой, она мне подсказала, как это сделать. Мы все коллективно там сделали иск, обратились. Там ситуация была дальше интереснее, потому что судебные приставы потом еще не выполняли свои функции. Мы снова обратились в суд, снова уже нам помогла моя знакомая. За советом я обычно хожу к своему деду, по факту, потому что он у меня, ну, уже мудрый. Ему уже за 80 лет, и он многое повидал. Была ситуация, когда еще я поступал в университет, я не мог определиться, куда и на какое направление поступать. И тогда он мне сказал, конечно, одну банальную фразу «слушай свое сердце», но вот эта фраза и по факту определила мое дальнейшее будущее. Сердце подсказало поступить на юридический факультет, и в итоге я подал документы, прошел туда, куда хотел, и закончил этот факультет. Субтитры создавал DimaTorzok